Привет, я Влад, это SciOne и рубрика Пушка. Новые загадки, открытия изобретений и идей, которые заставляют задуматься, вдохновляют или просто поднимают настроение. В заголовке лишь одна из новостей, что я отобрал для вас сегодня. Для быстрой и удобной навигации по ролику пользуйтесь оглавлением. Итак, сегодня у нас. Морские слизни научились избавляться от собственного тела, сердцем и другими органами. Ученые никогда такого не видели. Но это оказалось только частью запутанной и жестокой саги, где переплелись страх, ненависть, любовь и наука. Киберпанк приучил нас к тому, что к живому мы подключаем мертвую технику. Но теперь мы умеем и наоборот. К роботу подсоединили живое ухо. Благодаря ему машина слышит, кто для кого теперь пойдет на запчасти. До сих пор путешествия к другим звездам были наивной фантазией. Теперь появился шанс обойти законы природы, не нарушая их и сделать двигатель для путешествий на скорости света. Я тоже не поверил. Но за этим, наконец, встала серьезная физика. Земля лишается кислорода и все живое задохнется очень скоро. По космическим меркам. Геологи хотели понять, насколько мы заметны цивилизациям с других планет. А выяснили судьбу нашей. Еще один повод лететь к другим звездам. И в конце сразу две головоломки. Для тех, кому всего этого покажется мало. И последнее пока не начали. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне и здесь, на Ютубе, с помощью этой волшебной кнопки. Особая благодарность Павлу Нобикову, Дебайгеру Фриману, Павлу Дунаеву, Сергею Чапаеву, Алексею Леонову, Роману Шестакову и Кай Джану. Со всеми вами, друзья, не пропадешь. Начинаем. Начнем с хоррора, который начинается как семейная сага. Лучше смотреть не за едой. Эти морские слизни из рода Элизия жили у японского города Кагасима, который называют Неаполем Восточного мира, за красоту залива с видом на острата вулкан. Жили эти слизни, как эволюцию научила. Не глубоко в море, от 1 до 10 метров, где побольше этих зеленых, сытных водорослей. Но там можно и с человеком столкнуться, чтоб его. Гермафродиты, они выращивали в себе яйца и оплодотворяли их друг дружке. Такая вот полнота мягкотелого бытия, простота брюхоногого счастья. И тут их хватают неизвестные и бросают в неизвестность. Вместо сумерек морского дна, залитое светом пустое, чужое пространство из пластика. Люди в белом. Сменяются несколько слизневых поколений. Из потомков порабощенных никто уже не помнит, что есть иная жизнь. Пока не пробуждается древнее зло. Как забытые хищники из далекого прошлого. На слизни нападают стальные щупальца, сжимают и дергают одного за другим. Сияющие тонкие лезвия рассекают их параподии, выросты, похожие на королевскую мантию. Некоторым набрасывают на шею прозрачную нить и стягивают. Не сильно, но выбраться уже не получится. И до того, как Земля совершает один полный оборот вокруг оси, пятеро брата-сестер устраивают побег. Они отбрасывают свои тела целиком, с сердцами, почками, кишечником и освобождаются. Их головы кружат, а тела продолжают жить еще несколько дней, после чего бледнеют и распадаются. Семь дней потерянные головы призраками скользят по пластиковым коробкам. Правда, не забывают подкармливаться любимыми водорослями. После чего происходит невероятное. Люди в белом впервые наблюдают подобное у существ посложнее губок или червей. Губки можно хоть на терке размельчить, и они восстановятся. А из одного рассеченного червя получается два новых. А тут головы отращивают новые тела со всем, что было утрачено, полноценными сердцем, почками, кишечником. Пережившие испытания слизней не знали, что их обрекли на это близкие родственники. Исследователи до всего этого догадались, когда увидели, как другие слизни сами отбрасывают тела тоже целиком и также целиком отращивают. Это случайное открытие и заставило пойти их дальше и устроить серию экспериментов на малявках. Ведь непонятно, как это происходит и главное, почему. Сжимали пинцетом и делали надрезы ножом, чтобы имитировать атаку хищника. В природе немало кто избавляется от конечностей и органов. Это явление называется автотомия. И делается это, как правило, чтобы избежать судьбы хорошего обеда у охотника. Потом утраченная часть тела, как правило, успешно отрастает заново. Но атака условного хищника не заставила слизней обезглавить себя. А вот наброшенная нейлоновая нить выбора не оставила. Особенно, если она сжимала в том месте, где от рождения, видимо, заготовлено место отстыковки тела. Желобок, который не замечаешь, пока очень внимательно не присмотришься. Но почему? Почему морские слизни из рода Элизии избавляются от своих тел в мирное время? Ученые вскрыли отброшенные тела и обнаружили чужих. Рачки-капиподы жили в большинстве слизней. Эти паразиты могут там же откладывать свои яйца, в том числе рядом с сердцем, где много уже очищенных питательных веществ. И это до поры не угрожает жизни носителя. Но может уже сейчас мешать ему размножаться. В таком случае выбросить бесплодное тело не такая уж плохая идея. Но это лишь одна из гипотез. По-другой, слизень становится слишком опасен сам для себя. Поэтому так бежит от себя. Дело в том, что для защиты от хищников эти мягкотелые умеют выделять токсины. Но ядовитые вещества могут накапливаться в теле. Так что в определенный момент лучше избавиться от своего заводика химоружия, пока он не избавился от тебя. Еще, конечно, обезглавить себя может быть полезно, если в усмерть запутался в водорослях. Но эта гипотеза, мне кажется, самая неубедительная. Остался последний вопрос. Как голова-одиночка может выживать почти месяц без кишечника? И здесь до конца не ясно. Но, скорее всего, дело в том, что эти слизни – это еще и то, что они едят. То есть немного растения. Из водорослей, которые пожирают, они крадут хлоропласты. Если помните со школы, это такие энергореакторы в клетках растений. В них происходит фотосинтез. Украденные хлоропласты встраиваются в собственные клетки и начинают давать энергию новому хозяину. Так что в случае чего можно уже не пастись в поиске пищи, а просто подставлять себя в солнышку и наслаждаться, как деревце или кустик. Так вот, у бросивших тело морских слизней в голове от былой роскоши как раз остается кусочек пищеварительной железы. Вдоль-то нее и скопились в прошлой жизни клетки с украденными хлоропластами. А в этой жизни, судя по всему, они-то и помогают перебиться, пока отрастает новое тело с кишечниками, почками и всем остальным. Секрет безбашенных малявок вряд ли поможет нам научиться отращивать тело заново. Все-таки мы не беспозвоночные. Но они точно уже переворачивают наше представление об автотомии, способности живых существ разбрасываться своими органами или конечностями. И, возможно, помогут еще разобраться в загадках регенерации, чтобы в будущем у нас мог быть шанс отращивать обратно конечности или какие-то еще органы. Понимая, как можно разобрать живые организмы на детали, ученые лучше понимают, как собрать из них нечто новое. Например, машины с живыми органами. Так в Тель-Авивском университете пересадили роботу ухо-сверчка. И машина начала слышать. Чтобы проверить, хлопали ладонями и устройство двигалось только после громкого звука. Значит, колебания в ухе сверчка, как и задумано, переобразовывались в электрические сигналы и в таком естественном виде принимались и обрабатывались микропроцессором робота. Похоже на детские забавы вроде ампутации лапок у комара или мухи. Но тут все посложнее, конечно. Биоинженеры придумали особую технологию, которая называется «Ухо на чипе». После отделения от бедного насекомого орган надо было сохранить живым. Так что для него собрали что-то вроде аппарата искусственного питания. И только потом подсоединили к роботу и проводили испытания. Так что это новый шаг к созданию киборгов, наоборот. Когда не животные дополняют машиной, а машину живыми элементами. Сейчас «Ухо сверчка», потом «Нос собаки», «Глаза ястреба» и так далее. Ну, разве мы уже не придумали более совершенные цифровые аналоги этих органов? На самом деле нет, даже близко не подобрались. Технологические системы не такие чувствительные, как биологические. И потребляют намного больше энергии, чем естественные. Нетрудно сделать лампочку на 60 ватт. А попробуй собрать процессор, который работал бы на 20 ваттах в день. Наш мозг справляется, но пытаться превзойти или повторить эволюцию иногда настолько сложно, что невозможно или просто бессмысленно. Так что проще воспользоваться тем, что она уже создает. Отсюда эти странные, на первый взгляд, опыты с вживлением роботом настоящих органов. Недавно я тоже смог почувствовать себя безумным инженером, собирая нечто странное, но на удивление работающее. В пустошах постапокалиптичного мира в духе безумного Макса. Ну что еще можно было собрать, если не танка, пикап? Ну, оказывается, в бесплатной игре Crossout можно спроектировать почти все. В этом крутом онлайн-экшене можно сконструировать боевой спорткар из сотен деталей. И здесь ты сам решаешь, какой быть в твоей машине. Я в гараже надолго завис, но не потому что сложно, потому что затягивает сам инженерный процесс максимально простой. Я освоился за пару минут. Но самое задорное в Crossout начинается, когда ты выходишь со своим творением на бой с другими игроками. Все же онлайн, сразу понимаешь, где ты просчитался. Вот, например, я на своем танка-пикапе перепутал колеса, и поворачивается у меня только одно из четырех. Можно было бы вернуться в гараж и переделать, но мы не ищем простых путей, потому что это веселее. В Crossout много разных режимов. Можно устраивать рейды на боссов, прыгивать в потасовки или целые клановые войны против других игроков. Участвуя в битвах, получаешь новые детали и зарабатываешь репутацию могущественных фракций, чтобы открывать доступ к передовым технологиям. Кстати, ненужные детали можно сбагрить другим игрокам на рынке или прикупить себе что-то. А с недавним обновлением в игру пришел могущественный синдикат, появилась новая локация Мегаполис, новая мощная пушка Кайдзю и много чего еще интересного. Если тоже хотите погонять и покуражиться без тормозов, качайте Crossout по ссылке под этим роликом. Игра бесплатная, заодно будут вам кибербонусы. Возможно, ближайший к нам мир, где можно жить, вовсе не на Марсе, а здесь, на Проксиме B. Это ближайшая известная нам планета за пределами Солнечной системы. И она в обитаемой зоне. Не слишком далеко, не слишком близко от двух своих солнц. Таким там может быть закат. Это рисунок художника Европейского космического агентства. Тем обиднее будет обнаружить на Проксиме B атмосферу, пригодную для жизни человека. Ведь, чтобы добраться до нее от нас, свету нужно 4 с лишним года, а значит нам тысячелетия. Если только мы не придумаем двигатели, чтобы развивать скорость близкую к световой или даже сверхсветовую, чтобы летать между звездами. Сейчас проблема в том, что теория Эйнштейна запрещает разгонять объекты с массой до скорости близкой или выше света, потому что тогда потребуется бесконечное количество энергии. Но есть лазейка. Двигаться быстрее не могут объекты в пространстве времени. Но это ограничение не для самого пространства времени. На ранних стадиях жизни Вселенной она расширялась быстрее скорости света. И это не противоречит теории относительности. Опираясь на это, в 1994 году идею сверхсветовых двигателей в большую науку занес физик Мигель Алькубьера. Он очень любил сериал «Звездный путь», где все летали на кораблях с варп-двигателями. Это двигатели, которые искажают само пространство-время. А физик взял, да и описал теоретическую модель таких путешествий со всей математикой. Идея простая, только если не вдаваться в формулы. А я ее перескажу без них. В изложении физика Сабины Хосенфельдер, которая объяснила концепцию просто и наглядно. Варп-двигатель должен сжимать пространство-время перед кораблем и растягивать его за ним, что будет двигать вас вперед. С точки зрения стороннего наблюдателя, вы будете перемещаться со сверхсветовой скоростью. На самом деле звучит бредово даже для многих физиков. Самое забавное, что расчеты Алькубьеры не объясняют, почему его идея позволит преодолеть световую скорость. Зато они четко показывают, что понадобится отрицательная плотность энергии, да побольше. Но вот незадача. Нет такой штуки, как отрицательная плотность энергии. Но вот нет и все. Все, что мы знаем, имеет положительную плотность энергии. Все виды материи и антиматерии. А если бы даже была, возможно, отрицательная, все равно не ясно, почему это она позволяет преодолеть скорость света. Это все стало научным проклятием концепции Варп-двигателей, что обрекло ее на судьбу изгоя в большой науке. До сего дня. Двое физиков нового поколения придумали изящные решения старой проблемы и показали, как можно заставить работать фантастические движки в рамках известных нам законов природы. Алексей Бобрик и Джанни Мартир из Нью-Йоркской лаборатории прикладной физики пишут в своей научной статье. Давайте рассчитывать на Варп-двигатель поскромнее, то есть тот, что разгонялся бы до близкой к световой скорости, но не выше нее. И вам вот уже расчеты допускают, что сделан он может быть из привычной нам материи, с положительной плотностью энергии. А помимо скорости у него еще должна быть достаточная масса, чтобы исказить пространство-время. И физики описывают, разумеется, с помощью математики и весьма сложной геометрию получаемого пространственно-временного пузыря. И говорят, вообще-то надо учитывать, что происходит не только с самим двигателем, но и вокруг него. И расписывают всю эту физику. Получается три зоны. Первая внутри, пассажирская зона, где пространство-время плоское, то есть самая обычная. Вторая это искривленная оболочка двигателя или корабля, варп-щит. Это вот она движется со скоростью близкой к световой. И третья, внешняя зона. Там гравитационное поле самого двигателя корабля, но оно на достаточно большом расстоянии от самого корабля, поэтому тоже может быть самым обычным и не требует особых условий. Получается довольно ловкий трюк. Пассажиры в пузыре двигаются с досветовой скоростью, а сам пузырь пространства-времени за счет искажения пространства-времени движется со сверхсветовой скоростью. То есть, как если бы вы сели в самолет, но несло бы вас самолетом само пространство. Вы сами чувствуете, что все это вещи сложные и объясняются изначально на языке математики, поэтому даже при самом простом объяснении на человеческом все равно звучат фантастически. Если вы решите вникнуть и разобраться, почитайте по ссылкам в описании под роликом. А если не готовы, то просто знайте, это настоящий научный прорыв. Авторы работы окончательно легализовали идею варп-двигателей в современной науке и, самое важное, математически согласовали ее с известными законами физики. Новые работы будут опираться уже на эту новую и важнейшую математическую базу, а их авторы не будут выглядеть фриками. Что ж, пора, значит, инженерам строить прототипы новых движков? Есть нюанс. Такой варп-двигатель должен быть массой, помните, я говорил, что не только скорость, но еще и масса нужна, примерно Землю, при этом размером всего лишь с трехэтажный дом, радиусом около 10 метров. Такую плотность энергии мы пока не умеем получать, зато не нужна больше невозможная отрицательная плотность. Весомых поводов искать способы, как свалить с этой планеты, стало на один больше. Кислород на Земле закончится очень скоро по космическим меркам. Новое исследование показало, что всего через миллиард лет, и сделать с этим мы вряд ли сможем что-то, даже если переживем другие проблемы и опасности. В истории нашей планеты уже было то, что ученые называют кислородной катастрофой или революцией, но подошло бы и что-то более ядреное, например, Армагеддон. Ведь это стало одним из самых смертоносных событий за всю историю живых существ Земли. По какой-то причине, примерно 2,5 миллиарда лет назад в атмосфере вдруг стало много свободного кислорода. Тогда планета была совсем не похожа на современную, ни растений, ни животных, ни насекомых. Миром правят бактерии. Они всюду, и они анаэробные. То есть могут жить и перерабатывать пищу без кислорода. В воздухе тогда его практически нет. Зато много углекислого газа, сероводорода и метана. Все это сегодня геологи могут говорить с уверенностью по химическим следам в отложениях той эпохи. Но параллельно тогда развиваются неправильные по тем временам ребята. Цианобактерии, сине-зеленые водоросли. Они перерабатывают солнечный свет в энергию и выделяют как ненужный кислород. Поскольку кислород очень активный, он тут же связывается с чем ни попадя, особенно с железом и молекулами в минералах. А когда уже совсем некуда было переткнуться, он начал заполнять атмосферу. Все бы ничего, если бы кислород не был ядом для большинства микроземлян той эпохи. Происходит массовое вымирание, какого не было с тех пор в истории. Зато оно дало шанс новичкам, которые живут за счет кислорода. И с тех пор этой отравы, вот уже 2,5 миллиарда лет, становится в нашей атмосфере все больше. Сегодня 1,5 атмосферы — это кислород. И теперь нас ждет реванш, в котором истребление гарантировано уже нам, кислородозависимым, если верны расчеты в новом исследовании. Команда ученых из США и Японии хотели понять, а как долго наша планета будет давать понять возможным инопланетянам, что у нас тут вообще-то есть жизнь. Это не шутка, а серьезный научный вопрос. Одним из самых надежных маркеров, по которым мы ищем признаки жизни на других планетах, это наличие в том числе кислорода в атмосфере. Так вот, как долго в нашей атмосфере будет достаточной кислорода, чтобы эту планету сочли обитаемой? Ведь посмотри на Землю инопланетный астроном два с половиной миллиарда лет назад, он бы решил, что здесь жизни нет, потому что тогда не было толком кислорода. Это все очень ценно понимать, когда мы исследуем планеты далеко за пределами Солнечной системы. Так что решили оценить, что будет с кислородом в атмосфере Земли спустя миллиарды лет. Просчитали два сценария. В одном землеподобная планета с активной биосферой, то есть все это время жизнь в том или ином виде копошится, а в другом нет никого вообще живого. И исход один и тот же. Планета в любом случае теряет кислород через миллиард лет. Остается в атмосфере не больше одного процента. В расчетах совместили биогеохимическую и климатическую модели. Учитывали все, что только можно. От движения земной коры и геохимического цикла углерода до яркости Солнца. Модель показала, как эта катастрофа разворачивается. Если совсем просто, Солнце стареет, оно становится все светлее с каждой сотней миллионов лет, все больше солнечной энергии попадает на поверхность. Это ускоряет выветривание силикатов таких минералов, в основном базальта и гранита. А с их коррозии начинаются химические реакции, похожие на те, что были в эпоху кислородной катастрофы. Только наоборот. Углекистый газ как бы запирается в минералах. А он тоже нужен для фотосинтеза, который дает нам свободный кислород. Растения начинают погибать. Мрут те, кто ест растения, а вскоре и все остальные, потому что дышать просто нечем. Конечно, мы уже сейчас умеем, например, расщеплять воду и освобождать из нее кислород. Но едва ли мы сможем производить своими силами его столько, чтобы спасти все живое на планете. Впрочем, это уже совсем фантазия. Исходное исследование со всеми этими моделями, расчетами полезно все-таки для другого. И оно предназначалось для другого. Для изучения планет за пределами Солнечной системы. Чтобы мы лучше понимали, как могут меняться и вести себя со временем атмосферы, где много кислорода и что там может быть с жизнью, если она есть. А сейчас самое время отличиться от мыслей о катастрофах. Сегодня я приготовил для вас сразу две головоломки. Первая несложная, но у ее решения такая интересная история, что я не устоял. Решать можно и нужно без нее. Сначала попробуйте, а потом с правильным ответом уже прочитаете, что же там такое скрывается за ней. Вот три кролика и только три уха. Надо их всех расположить так, чтобы у каждого животного было, как и полагается, по паре ушей. Сразу подскажу, здесь никакого подвоха, только правильное положение в пространстве трех зайцев и трех ушей. И главная загадка посложнее. Нужно взломать кодовый замок. Для этого надо понять, какой у него код. В нем должно быть три цифры. Какие? Выяснить помогут эти подсказки. Ответы на загадки, ссылки на материалы ко всем новостям в выпуске все собрано в одном доке. А ссылка на него под этим роликом. Это была пушка, для вас ее зарядил Влад и это канал Сайван. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин